Беседы Христа последних дней Веря в Бога, важнейшее значение имеет обретение истины. Некоторые люди уже много лет верят в Бога, но все равно цепляются за наслаждение в виде еды, одежды и других плотских удовольствий. Могут ли эти вещи удовлетворить потребности человеческого сердца? Даже тем, кто уже много лет верит в Бога, непонятно, в чем больше всего нуждаются люди. Некоторые люди видят, как я дарую что-то тому или иному человеку, и начинают поднимать шум, приговаривая, «Как же так? Бог позаботился об этом человеке, а обо мне нет. Ведь у меня самого еще нет такой вещи». В действительности же ты не голодаешь и не испытываешь недостатка в одежде. «Ты просто жаден. Ты не знаешь, что такое удовлетворенность, и тебе нравится соревноваться за вещи. Я не обязан заботиться о вас». Ты должен придерживаться принципов. Никогда не сражайся за свои интересы или за преимущества. Все это – сторонние вещи. Они не заменят тебе обретение истины и жизни. Неважно, насколько хорошо ты одет, твое сердце все равно будет пустым, если ты не обрел истину. Люди понимают все это на словах, но ничего не могут с собой поделать, когда сталкиваются с этим в реальной жизни. Они не в состоянии познать, что все это представляет собой на самом деле. В нашем мире есть много людей, наделенных богатством и властью. Но какой образ жизни ведут эти люди? Они едят, пьют и развлекаются. Каждый день они ходят по ресторанам, принимают гостей и дарят подарки. Они ведут себя безрассудно. Вот как они живут. Имеют ли они человеческую жизнь? Нет, не имеют. Все, на чем они сосредоточены весь день, это наедаться до отвала, носить дизайнерские бренды, красоваться, куда бы они ни пошли, и подавлять всех своим авторитетом. Что представляют собой такие люди? Они принадлежат дьяволам и сатане. Они скоты. Некоторые богачи, присытившись удовольствиями, теряют интерес к жизни и кончают с собой. Возможно, они вдоволь насладились едой, одеждой и развлечениями. Но зачем же убивать себя? Из этого видно, что почет и выгода, статус, богатство, еда, одежда и удовольствие. Это совсем не то, что на самом деле нужно людям. Вам не следует стремиться к этому. Если ты будешь ждать, пока не падешь настолько, что тебя уже будет не спасти, то будет уже слишком поздно. Когда разумный человек видит, как кто-то другой терпит неудачу, он напрямую черпает из этого опыт, и у него нет необходимости переживать это самому. С другой стороны, невежественный человек может переживать неудачу за неудачей, и все равно не сможет извлечь из этого никаких уроков. Таких людей нужно подрезать, пока они не начнут проявлять хоть какое-то самосознание, но к тому времени уже будет слишком поздно. Те, кто слишком невежественны, не способны обрести истину. Только разумные люди, которые испытывают на себе работу Божью, способны обрести истину. Факт заключается в том, что все человечество нуждается в истине, и только стремясь к ней, оно может спастись. Независимо от того, являешься ли ты одним из избранных Божьих или язычником, ты нуждаешься в обеспечении истиной, и тебе необходимо Божье спасение. Некоторые люди совершенно не обладают человечностью и ни в малейшей степени не принимают истину. Такие люди являются скотами. Они могут ходить на собрания, но в душе они стремятся к греховным удовольствиям и наслаждениям едой, одеждой, развлечениями. Они преисполнены ими. Они совсем не ищут истины, и их сердца заняты атеистическими взглядами и идеями о теории эволюции. Как бы ты ни беседовал с ними об истине, они не слышат тебя. И хотя они знают, что вера в Бога – это хорошо и способны упорствовать в своей вере, они не в состоянии встать на путь стремления к истине. Вот почему Бог не предназначил для своего спасения тех, кто не имеет любви к истине. В настоящее время многие люди пребывают в состоянии жуткой растерянности относительно своей веры в Бога. Они не знают, что необходимо извлекать из веры в Бога, и не понимают, для чего она нужна. У них нет ни малейшего представления об этом. Они совсем ничего не знают о том, для чего человек должен жить, чем он должен жить и как жить так, чтобы жизнь имела ценность и значимость. Если ты в глубине души не уверен в том, зачем тебе нужно верить в Бога, то гонение и боль, которые ты испытываешь за свою веру в Бога, не несут никакой ценности и значимости. Что именно люди хотят достичь своей верой в Бога? Если твоя вера не направлена на обретение истины и жизни, то не исполнишься ли ты сожалением, когда работа Бога подойдет к концу и итоги людей будут решены? Когда ты впервые решился последовать за Богом, было ли это просто кратковременным порывом, или же ты обдумал вопрос веры в Бога и разобрался в нем, прежде чем принять решение? Для чего именно ты живешь? Каково твое направление в жизни и каковы твои цели? Обладаешь ли ты решимостью следовать за Богом до конца и в итоге обрести истину? Можешь ли ты гарантировать, что не сдашься на полпути? Способен ли ты преданно выполнять свой долг? Какие бы ситуации не возникали и с какими бы невзгодами, испытаниями, трудностями или неприятностями ты не сталкивался? У некоторых людей нет и крупицы веры или решимости стремиться к истине. В таком случае обрести истину нелегко. Когда людям неинтересна истина, они не способны охотно выполнять свой долг и не станут искренне посвящать себя Богу. Разве такие люди смогут следовать за Богом до конца? Если ты спросишь их, почему ты веришь в Бога? Чего ты хочешь от веры в Бога? По какому пути тебе следует идти? Они не будут знать и не смогут ответить. Это доказывает, что они следуют за Богом не для того, чтобы обрести истину и жизнь, а находятся в поисках шанса обрести благословение. Как такой человек может искренне исполнять свой долг? Чем больше те, кто по-настоящему любит истину, понимают ее, тем больше энтузиазма они проявляют при исполнении своего долга. Те же, кто не понимает истины, часто начинают относиться негативно к исполнению своего долга. Если они не смогут принять истину, то бросят это дело. С теми, кто стремится к истине, все иначе. Чем активнее они выполняют свой долг, тем больше они понимают истину. И по мере этого их развращенность очищается. Чем глубже человек понимает истину, тем больше он чувствует, что то, что он приобретает, следуя за Богом, велико, и он чувствует, что путь следования за Богом становится тем светлее, чем дольше он по нему идет. Таковы люди, обретшие истину. Если люди действительно понимают истину, то они будут уверенно следовать за Богом и останутся преданными до последнего. Когда некоторые люди сталкиваются с болезнью и их жизнь висит на волоске, они просят Бога о спасении и, пережив все это, приходят к пониманию некоторых истин. Но не всем обязательно надо пройти через опыт взывания к Богу в опасной для жизни ситуации. Просто посмотри на опыт некоторых людей и прислушайся к их беседам и чувствам, и ты сможешь извлечь из этого пользу. Даже если у тебя самого не было такого опыта, ты сможешь кое-что почерпнуть из опыта других. На пороге смерти некоторые люди чувствуют, что не сильно изменились, что они мало знают о Боге и что того, что они сделали для Бога и посвятили Ему недостаточно. Им кажется, что за годы веры в Бога они не стремились к истине, что они слишком мало приобрели и слишком много задолжали Богу. Если они умрут, то примут смерть неохотно, так как у них больше не будет возможности покаяться. Когда Иов столкнулся с испытаниями, его тело покрылось язвами, его жена не понимала и насмехалась над ним, а друзья не понимали и даже осуждали и порицали его, считая, что он непременно совершил нечто дурное и оскорбил Бога и Егову. Они обращались к Иову со словами «Чем ты оскорбил Бога и Егову? Ну-ка признавайся в своих грехах, ведь Бог и Егова праведен». Но в сердце своем Иов все понимал и не чувствовал, что сделал что-то плохое. И все же ему было мучительно подвергаться таким испытаниям. В своих страданиях он искал смерти, а не жизни. Он страдал так сильно, что думал, что смерть его единственное спасение, что смертью все и закончится, но все же он оставался способен восхвалять Бога в своем сердце. Такого не может достичь обычный человек. Большинство людей не восхваляют Бога, испытывая боль. Они лишь предъявляют к Нему требования «Боже, подари мне хотя бы еще один вздох, скорее сделай так, чтобы я выздоровел. Когда мне станет лучше, я сделаю все, что ты от меня захочешь». Они начинают попытки торговаться. Как следует переживать болезни, если они приходят? Необходимо предстать перед Богом и молиться, искать Божий замысел и держаться за Него. Необходимо исследовать себя, чтобы выявить, что именно ты сделал такого, что пошло против истины и какую развращенность тебе не удалось исправить в себе. Развращенный характер невозможно исправить, не претерпев страданий. Только закаленный страданиями человек не станет беспутным и сможет постоянно жить пред Богом. когда человек страдает, он все время молится. Он не думает о наслаждении едой, об одежде и прочих удовольствиях. Он постоянно молится в душе, исследуя себя, чтобы понять, не сделал ли он чего-нибудь не так или где он мог пойти против истины. Обычно, когда ты сталкиваешься с серьезной болезнью или необычным недугом, который заставляет тебя очень сильно страдать, это происходит не случайно. Болен ты или здоров? В этом есть Божье намерение. Когда Святой Дух действует в тебе и ты физически здоров, ты, как правило, можешь искать Бога, но когда ты заболеваешь и начинаешь страдать, ты перестаешь искать Бога и не знаешь, как это делать. Ты живешь с болезнью, постоянно размышляя о том, какое лечение поможет тебе быстрее поправиться. В такие моменты ты завидуешь тем, кто здоров и хочешь как можно скорее избавиться от своей болезни и боли. Это негативные и стойкие чувства. Когда люди заболевают, они иногда думают, это я по собственному невежеству навлек на себя эту болезнь или же это намерение Божье. Они не могут понять в чем дело. На самом деле некоторые болезни это нормальное явление, например, простуда, воспаление или грипп. Если же ты страдаешь от серьезной болезни, которая внезапно тебя настигла, да так, что ты предпочел бы умереть, чем страдать, то это не случайность. Молишься ли ты Богу и ищешь ли у Него помощи, когда на тебя обрушиваются болезни и страдания? Как работа Святого Духа направляет и ведет тебя? Разве Он только просвещает и озаряет тебя? Это не единственный Его метод. Он также будет испытывать и переплавлять тебя. Каким образом Бог испытывает людей? Разве Он не испытывает людей, заставляя их страдать? Страдания идут рука об руку с испытаниями. Зачем человеку страдать, если это не является испытанием? Как человек может измениться без страданий? Страдания идут рука об руку с испытаниями. Это и есть работа Святого Духа. Иногда Бог доставляет людям некоторые страдания, потому что иначе они не имели бы представления о своем месте во Вселенной и стали бы дерзкими. Развращенный характер невозможно полностью исправить только через общение об истине. Другие могут указывать на твои проблемы, да и ты сам можешь знать о них, но изменить их ты не в силах. Сколько бы ты не полагался на свою силу воли, пытаясь сдерживать себя, даже если ты станешь бить себя по лицу, по голове, биться об стену и наносить вред своей плоти, ты не сможешь исправить свои проблемы. Поскольку внутри тебя сатанинский характер, который постоянно мучает тебя, беспокоит и навевает всевозможные мысли и идеи, твоя развращенность будет рваться наружу. Что же делать, если ты не можешь исправить это? Тебя необходимо подвергнуть переплавке посредством недугов. Некоторые так сильно страдают при такой переплавке, что не могут этого вынести и начинают молиться и искать. Когда ты не болен, ты такой беспутный и безумно заносчивый, а если ты заболеваешь, то приходишь в себя, можешь ли ты в таком случае оставаться безумно заносчивым? Если у тебя едва есть силы говорить, можешь ли ты читать другим нотации или быть заносчивым? В такие моменты ты не предъявляешь никаких требований. Ты лишь мечтаешь избавиться от страданий и не думаешь ни о еде, ни об одежде, ни о развлечениях. Большинству из вас не доводилось испытывать это чувство, но вы все поймете, когда испытаете его. В настоящее время есть люди, которые борются за свое положение, за плотские удовольствия и за свои собственные интересы. Все это происходит потому, что им слишком легко живется, страдания их слишком незначительны, а сами они обесценились. У этих людей впереди трудности и переплавка. Иногда Бог будет обустраивать для тебя некоторые ситуации, подрезая тебя посредством окружающих тебя людей и заставляя тебя страдать, чтобы ты усвоил уроки, смог понять истину и увидеть вещи такими, какие они есть. Бог выполняет эту работу прямо сейчас, заставляя твою плоть испытывать страдания, чтобы ты смог усвоить урок, исправить свой развращенный характер и хорошо выполнять свой долг. Павел часто говорил, что у него в плоти было жало. Что представляло собой это жало? Это была болезнь, и он не мог от нее избавиться. Он слишком хорошо знал, что это за болезнь, и что она наносит удар по его характеру и природе. Если бы он не был уязвлен этим жалом, если бы его не преследовала эта болезнь, он мог бы в любом месте и в любое время основать свое собственное царство, но из-за болезни у него не было сил. Поэтому зачастую болезнь это своего рода защитное средство. Если ты здоров и полон энергии, ты вполне способен совершить зло и навлечь на себя беду. Люди могут легко лишиться разума, когда проявляют безудержную заносчивость и распущенность. Они будут сожалеть о содеянном ими зле, но к тому времени уже будут не в состоянии помочь себе. Вот почему легкая болезнь это хорошо, это защита для людей. Ты может и способен решить все проблемы других людей и можешь исправить все проблемы в своем собственном мышлении, но ты ничего не можешь, если не оправился от болезни. Болезни на самом деле тебе не подвластны. Если ты заболел и лекарства от твоей болезни нет, то это страдание, которое ты должен перенести. Не пытайся избавиться от него. Ты должен сначала покориться, молиться Богу и искать Божьи желания. Скажи, «О Боже, я знаю, что я развращен и природа моя дурна. Я способен на мятежность и противление по отношению к тебе, на поступки, которые причиняют тебе страдания и боль. Как замечательно, что ты даровал мне эту болезнь. Я должен покориться ей. Пожалуйста, просвети меня, позволь мне понять, каково намерение твое и что во мне ты хочешь изменить и усовершенствовать. Я прошу лишь о том, чтобы ты направил меня, чтобы я понял истину и встал на правильный жизненный путь. Ты должен искать и молиться. Ты не должен пребывать в замешательстве, считая, что в болезни нет ничего необычного и что она не может быть дисциплинированием, которому ты подвергаешься за то, что оскорбил Бога. Не выноси поспешных суждений. Если ты действительно человек с Богом в сердце, то с чем бы ты не столкнулся, не позволяй этому пройти мимо тебя. Ты должен молиться и искать, чувствовать Божье желание во всем и покоряться Богу. Когда Бог увидит, что ты способен покориться и что твое сердце покорно Богу, Он облегчит твои страдания. Бог достигает таких результатов посредством страданий и переплавки. На протяжении всей истории человечества благочестивых христиан, учеников, апостолов и пророков забивали насмерть камнями, волокли за собой на лошадях, резали на куски, варили в масле, распинали на крестах. Они погибали самыми разными способами. Я хочу сказать, что не стоит рассчитывать на то, что тебе будет легко, когда ты начинаешь следовать за Богом. Не проси об этом. Не питай на этот счет сумасбродных желаний. Почему я говорю, что людям не подобает предъявлять требования к Богу? Да потому, что любое мелкое требование равносильно сумасбродному желанию, а их у тебя быть не должно. Не желай вещей, приговаривая «О Боже, Ты хорошо одеваешь меня, так как у меня есть причина носить красивые вещи. О Боже, сейчас я выполняю свой долг, поэтому у меня есть все основания просить, чтобы Ты благословил меня и дал мне крепкое здоровье. Если ты однажды заболеешь, станешь ли ты негативно настроен, перестанешь ли ты верить в Бога, будешь ли ты по-прежнему выполнять свой долг, если заболеешь. Разве выполнение своего долга это не то, чем ты и так должен заниматься. Это призвание, дарованное небесами, ответственность, которую нельзя сбросить с себя. Ты должен выполнять свой долг, даже если никто другой этого не делает. Именно такой решимостью ты должен обладать. Многие люди думают, если веруя в Бога, мне все равно придется страдать, то зачем тогда я следую за Ним? Я следую за Богом, чтобы наслаждаться Его благословениями. Без благословений, которыми можно было бы насладиться, я не последую за Ним. Не ошибочный ли это взгляд? За все эти годы вы все на своем опыте убедились, что тем, кто действительно стремится к истине, не достается никаких отчетливо ощутимых благословений, как это представляют себе люди. Хорошо и беззаботно чувствовать себя каждый день, быть хорошо одетым, добиваться того, чтобы все шло гладко и процветать в мире так не бывает. Все люди идут по жизни день за днем, преодолевая препятствия за препятствием. Кого-то подвергают дискриминации и издевательствам на работе, кого-то постоянно преследуют болезни, кто-то не находит успеха в бизнесе и от него отказываются неверующие члены его семьи. В жизни есть свои взлеты и падения, она никогда не является спокойным плаванием. Чем больше человек стремится к истине, тем больше он страдает, тогда как те, кто вообще не стремится к истине, живут комфортной жизнью. Их не беспокоят никакие болезни и неприятности, у них все идет гладко и окружающие им завидуют. Тем не менее, они не совершили ни малейшего жизни вхождения и живут подобно язычникам. Те, кто искренне следует за Богом, неминуемо должны испытывать гонения и лишения. А что доказывают гонения и лишения, которые приходится терпеть? То, что Бог не оставил тебя, что Бог не бросил тебя, что Божья рука все время лежит на твоем плече и не отпускает его. Если бы Бог отпустил тебя, и ты попал бы в ловушку сатаны, разве тогда ты не оказался бы в опасности? Если ты каждый день будешь жить в грехе, стремясь к славе и богатству, жаждая удовольствий, предаваясь пьянству, азартным играм и беспорядочным половым связям, то Бог оставит тебя. Он больше не обратит на тебя никакого внимания и ты будешь отсеян. Ты можешь обрести мирское богатство и статус, но на самом деле ты потеряешь самое ценное из всего, что есть на свете, истину, которая есть вечная жизнь, а ты даже и не знаешь об этом. Некоторые люди спрашивают, почему Бог постоянно дисциплинирует меня? Почему другие люди такие здоровые в то время, как я постоянно болею? Почему я всегда страдаю? Почему у меня такая бедная семья? Почему мы не можем разбогатеть? Почему я не могу носить красивую одежду, а другие люди могут? Не завидуй тому, как много Божьей благодати и благословений получают другие люди? Возможно, это происходит потому, что их духовный рост невелик, и Бог понимает их слабость, поэтому наделяет их некоторой благодатью, пусть наслаждаются, и позволяет им понемногу испытывать ее, чтобы они постепенно пришли к пониманию его деяний. К тебе у Бога чрезвычайно строгие требования. Твоя жизнь, какой ее видят в обществе, совсем не счастливая, и ты постоянно страдаешь, но тем не менее, ты постиг многие истины, и ты должен воздать Богу великую благодарность и хвалу. Такой человек, это человек, познавший деяния Бога, и пока человек способен понимать истину, для него это величайшее Божье благословение, какие бы страдания он не испытывал. Если Бог часто дисциплинирует тебя и подвергает испытаниям, так что ты постоянно извлекаешь уроки и постигаешь истины, это означает, что тебя сопровождает Божья любовь. Если ты постоянно распутничаешь, но еще не был дисциплинирован, если тебя не дисциплинируют, как бы долго не длилось твое распутство, и никто не подрезает тебя и не обращает на тебя внимания, то для тебя все кончено. Это означает, что Бог оставил тебя. Есть люди, которые не выполняют никаких обязанностей и не берут на себя никакой ответственности. Они живут неспешной и беззаботной жизнью, пребывая в полном комфорте. Они не могут извлечь никаких уроков и ничего не приобретают. Разве это счастье? Что они могут приобрести от своего желания быть беспутными, от своего стремления к свободе и плотским наслаждениям? Ты страдаешь и изнуряешь себя, исполняя свой долг, и окружающие о тебе заботятся. Иногда они подрезают тебя. Это показывает, что Бог любит тебя и берет на себя ответственность за тебя. В решении многих вопросов ты должен искать и больше молиться Богу. Тогда ты сможешь понять Его намерения. Какие бы обязанности ты не выполнял, ты ни в коем случае не должен быть своенравным, распущенным, небрежным, а также упорствовать в своих заблуждениях. При возникновении проблемы спеши искать истину. Быть способным исполнять свой долг и угождать Богу, вот что самое главное. И тогда твое сердце естественным образом сможет наслаждаться покоем и хорошим настроением. Если ты слишком своеволен или распущен, не принимаешь дисциплинирование и к тому же довольно упрям, то ты находишься в опасности. Как только тебя отсеют, у тебя не останется шансов и сожалеть будет слишком поздно. Некоторые люди, впервые заболев, постоянно молятся, но потом, увидев, что их молитвы не исцелили их, вязнут в своей болезни, постоянно жалуются и говорят в сердцах «Вера в Бога не принесла мне никакой пользы. Я болен, и Бог не хочет меня исцелять». Это не есть подлинная вера. В ней нет никакой покорности и результатом такой веры является смерть, едва люди перестают жаловаться. Так Бог лишает их плоти и отправляет их в ад. Это абсолютный конец для них. У них нет шансов обрести спасение в этой жизни. И их душа должна отправиться в ад. Это последний этап Божьей работы по спасению человечества. И если кого-то отсеяли, то другого шанса у него уже никогда не будет. Если ты умираешь, пока Бог выполняет свою работу по спасению, то эта смерть является наказанием, а не обычной кончиной. Те, кто умирает в наказании, не имеют шансов на спасение. Разве Павел не подвергается постоянному наказанию в аду? Прошло уже две тысячи лет, а он все еще там, терпит свое наказание. Еще хуже, когда ты сознательно делаешь что-то неправильное, тогда наказание будет еще более суровым. Некоторые люди говорят, я всегда был нездоров, постоянно страдал и испытывал боль. Меня всегда окружали некие обстоятельства, но я так и не почувствовал работу Святого Духа. Все верно. Именно так и действует Святой Дух большую часть времени. Ты не в состоянии этого почувствовать. Это и есть переплавка. Иногда Святой Дух просвещает тебя и позволяет тебе понять какую-то истину посредством беседы. Иногда Он позволяет тебе понять некоторые вещи через твою среду. Он испытывает, закаляет и тренирует тебя в этой среде, побуждая тебя расти, именно так действует Святой Дух. Вы не получали никаких знаний, переживая разные события прошлого, потому что в глубине своего сердца не были сосредоточены на поиске истины. Когда человек не понимает истины, он не способен видеть вещи такими, какие они есть, и вечно имеет искаженное понимание. Так бывает, когда человек заболевает и считает, что это Бог дисциплинирует его, тогда как на самом деле некоторые болезни являются делом рук человека, вызванным непониманием правил жизни. Когда ты ешь без меры и не понимаешь, что такое здоровый образ жизни, то начинаешь страдать всевозможными болезнями. И при этом ты говоришь, что это Божья дисциплина, тогда как на самом деле это произошло из-за твоего собственного невежества. Но опять же, вызвана ли болезнь человеческим фактором или дана Святым Духом, это особая благосклонность Божья. Она призвана побудить тебя извлечь урок, и ты должен благодарить Бога, а не жаловаться. Каждая произнесенная тобой жалоба, это пятно и несмываемый грех. Если ты пожалуешься, сколько уйдет времени на то, чтобы изменить твое состояние? Если ты немного негативен, то на то, чтобы ты отошел, может уйти месяц. Если же ты будешь жаловаться и озвучивать какие-то негативные чувства, то, чтобы оправиться от этого, даже года может оказаться мало и Святой Дух не будет работать над тобой. Будет ужасно, если ты будешь постоянно жаловаться и обрести работу Духа Святого, для тебя станет еще труднее. Нужно прилагать большие усилия в молитве, чтобы исправить свой образ мышления и обрести хоть немного работы Святого Духа. Полностью изменить свой образ мышления нелегко. Разрешить это можно лишь путем поиска истины и обретения просвещения и озарения Святого Духа. В действительности же в вашем опыте есть моменты, когда вы обретаете работу Святого Духа. В большинстве случаев это происходит, когда вы сталкиваетесь с гонениями и лишениями или болезнями и болью. Только тогда вы искренне молитесь Богу, прося Его исцелить вас, предать вам веры и сил. Ты молишься только об этом. Возможно, ты хочешь молиться чаще и искать Божье намерение, но не знаешь, что говорить. Ты хочешь донести до Бога какие-то слова из глубины своего сердца, но тебе нечего сказать. Твой духовный рост слишком мал. Иногда Бог устраивает тебе неприятности посредством окружающих тебя людей. В такие моменты ты ничего не можешь сделать, кроме как снова предстать перед Богом и начать анализировать себя. Что именно я сделал не так? Боже, прошу, просвети меня и дай мне возможность все понять. Если Бог не просветит меня, я просто продолжу молиться. «Если я помолился и все еще ничего не понимаю, то я продолжу искать ответ на этот вопрос и обращусь к тому, кто понимает истину». Вот что значит отвечать за себя. Некоторые люди никогда не ищут истину, когда с ними что-то случается. Они понимают некоторые слова и доктрины и думают что поняли истину. Они обманывают себя и это является глупостью. Это самые глупые и невежественные из людей и для них возможен только один исход. Они навредят себе и погибнут, не обретя при этом вообще никакой истины. Вы обычно редко молитесь, не так ли? Когда люди редко молятся, они редко пребывают в поисках, а если они редко пребывают в поисках, то им трудно понять истину и они лишены покорности. Если ты не настроен на поиски, то как же в тебе появится покорность? Как ты сможешь понять деяние Божьи? Ты даже не знаешь, как Бог работает над тобой, кому ты должен покоряться и к чьим словам прислушиваться. О твоей покорности не может быть и речи. Покорность — это не что-то эфемерное. Оно требует цели и объекта. Если ты даже не знаешь, почему Бог изрекает истину или что Он делает, как ты можешь быть покорным? Когда ты говоришь о покорности, это лишь пустые слова. Когда с тобой что-то случается, как тебе следует молиться и как тебе следует искать, выражая то, что у тебя на сердце? Что ты должен искать? Ты должен ясно понимать эти вещи, прежде чем ты сможешь молиться по-настоящему. Молясь, не подражай тому, что говорят другие, и уж тем более не подражай словам Иисуса, да будет воля твоя. Не стоит слепо копировать эти слова. То, что присутствует в тебе, это не более, чем просвещение и озарение, и это не может сравниться с исполнением Божьей воли. Когда тебя иногда подрезают или ты переносишь какие-то страдания, не говори, что это Бог совершенствует тебя или что это Его воля. Так говорить неправильно, и ты не должен молиться подобным образом. Ты занял неправильное положение и Святой Дух не станет работать над тобой. Некоторые люди подражают молитве Иисуса, говоря, «Впрочем, не как Я хочу, но как Ты». Разве это поможет поставить себя на равные позиции с Богом? Христос, будучи во плоти, обратился с этой молитвой к Духу на небесах. Они были на равных, имели одинаковый статус. Они были одним Богом, отличались только их состояния. Христос молился таким образом. Если люди тоже начинают так молиться, это показывает, что они лишены разума, и не удивительно, что Святой Дух совершенно не просвещает их. Слова, произносимые тобой, это слова подражания, это не слова, сказанные от сердца. Они совершенно пусты и непрактичны, что показывает, что твой духовный рост слишком мал для понимания слов Божьих или Его требований. Как Святому Духу просветить тебя? Люди настолько запутались. Если они не могут разобраться даже в этом, значит они никогда не поймут истину. Не стоит хаотично подражать другим, когда молишься. У тебя должны быть свои собственные мысли и взгляды. Если ты чего-то не понимаешь, то должен искать истину. Ты должен часто размышлять о том, как молиться, когда с тобой случаются разные неприятности. И если ты находишь способ, то ты должен побудить своих братьев и сестер молиться таким же образом. Бог восхищается именно такими молитвами. Каждый должен научиться тому, как представать перед Богом. Не пытайся справляться совсем вслепую, сам и не опирайся в своих действиях на свои фантазии. Если, поступая таким образом, ты делаешь вещи, которые вызывают сбои и беспорядки и идут против Божьих намерений, то это сулит беду. Если тебя попросили возглавить церковь, а ты постоянно проповедуешь слова и доктрины, но не общаешься с людьми о том, как есть и пить слова Божьи или как молиться Богу, то ты сбился с пути. Если ты вечно проповедуешь слова и доктрины и учишь людей пустым молитвам, в которых они лишь произносят некоторые слова из Библии и слова доктрины, то никаких результатов от этого не будет, как бы они не молились, их жизнь не будет развиваться, их отношения с Богом не будут нормальными, а это значит, что ты также будешь сбивать их с пути. Какая же молитва достигает результатов? Открытое общение с Богом Самое главное, нужно молиться Богу и искать истину в соответствии с Его словами и Его требованиями. Для этого необходимо быть искренним. Тем, чье сердце неискренно, будет трудно этого достичь. Каких людей просвещает Святой Дух? Таких, которые остро и тонко мыслят. Когда Святой Дух дарует им ощущения или просвещает их, они способны почувствовать, что это работа Святого Духа, что это делает Бог. Или же иногда, когда Святой Дух просвещает или укоряет их, они сразу это чувствуют и могут себя обуздать. Таковы люди, которых просвещает Святой Дух. Кто небрежен и не понимает духовных вопросов, тот не осознает, когда ему будет дано ощущение Святым Духом. Он не обращает внимания на работу Святого Духа. Святой Дух может просветить такого человека три или четыре раза, но он все равно не примет этого и поэтому Святой Дух больше не будет работать над ним. Почему некоторые люди продолжают верить в Бога, но не могут достучаться до Него и не чувствуют работу Святого Духа, а внутри у них мрак, депрессия и апатия? В них совершенно нет просвещения Святого Духа. Как они могут быть энергичными, руководствуясь этими безжизненными вещами и доктринами? Полагаясь на один только энтузиазм, долго не протянешь. Чтобы обладать силой, надо понимать истину. Поэтому, чтобы верить в Бога, нужно уметь тонко мыслить, и нужно сосредоточиться на чтении слов Божьих, на самопознании, а также на том, чтобы понимать и практиковать истину. Только тогда люди смогут обрести работу и руководство Святого Духа. Некоторые люди просто обладают способностью постигать истину, но они никогда не наблюдали и не испытывали на себе работу Святого Духа. В будущем вы должны сосредоточиться на самом малозаметном чувстве, на самом малозаметном свете. Каждый раз, когда с тобой что-нибудь случается, ты должен рассматривать это и относиться к этому в соответствии с истиной. Так ты постепенно вступишь на правильный путь веры в Бога. Если ты смотришь на все с точки зрения плоти, если ты анализируешь все, используя доктрины, логику и предписания, если ты анализируешь и управляешь делами, руководствуясь человеческим мышлением, то это не является поиском истины, и ты не будешь способен к покорности Богу. Независимо от того, сколько лет ты верил в Бога, ты будешь пребывать вне слов Божьих, ты будешь чужаком и ты не сможешь понять истину. Теперь вам необходимо постепенно смещать свой фокус внимания в этом направлении и стремиться к истине. После нескольких лет переживаний ты немного увеличишь свой духовный рост и сможешь понять часть истины. Не думай, что поздний приход к вере в Бога. Это не проблема, что ты также сможешь войти в истину реальность, когда это сделали другие, или что ты никогда не будешь отставать. Ты не должен так думать. Если ты будешь так думать, то обязательно отстанешь. Если ты поздно пришел к вере в Бога, то ты должен еще больше торопиться. Ты должен сделать все возможное, чтобы наверстать упущенное, ведь только тогда ты сможешь идти в ногу с этапами Божьей работы и не дать себе отстать и быть отсеянным. Божьей Божьей с дойным. Божьей Субтитры создавал DimaTorzok